Эпиграф. Небольшая поэма, эпиграф не такой. Если обычный человек испражняется практически ежедневно, то куртазный манерист почти никогда. Вадим Степанцов из личной беседы. Остановился жизнь и ход беспечный, Когда болезнь вползла в меня тайком, И длинный тракт желудочно-кишечный Стал завершаться полным тупиком. И как бы я обидно не питался, И не глотал усиленно фестал, Напрасно испражниться я пытался, И гадить совершенно перестал. Хоть ничего утроба не болело, Но страх невольно начал разбирать, С чего взялось мое простое тело Все принципы природы попирать. В МК наткнутся я на дублей, Недорого налаживаю стул. Ища мне дорогого исцеления, К тому врачу я вскоре заглянул. Меня он долго щупал, ступал, слушал, Но не нашел хворобу никакой. Я все его зрения разрушил, На тракт пищеварительный людской. Тогда он посмотрел глазком циничным, И циники все наши лекаря. И вдруг спросил, а как на фронте лично? Ну, с дамочками, проще говоря. Я долго подбирал слова ответа, Я говорить об этом не люблю. Ну, сколько раз вы делаете это? Он сделал жест. Ну, это, ай-лю-лю, я врач. Не должны меня стесняться. Да я как все. И все же сколько раз? Ну, раз 15, может быть, 16. Ведь я не молод, прежний был угас. С одной партнершей, да, с одной партнершей. 16 раз, ну да, 16 раз, дружище, Ну, вас-то просто больше. А за неделю сколько дам у вас? Меня беседа это раздражала, Ведь скромность украшает мужика. Я ответил, как у всех, пожалуй, Бывает редко больше сорока. Да у вас пора показывать заплату, Вас можно смело помещать в музей. Что вы, доктор? Я как все ребята. Вы посмотрите на моих друзей. Вот перенягиваем, Умывильно просит разок, А на полшишечки всего. А то утром без памяти выносят Красавицу из логового. Вот Степанцов, известно, что за птицей, Вот женщин молча валят на диван, И в ярости тогда с ним и сравнится Владеющий гаремом павиан. А вот Григорьев, вежлив, как профессор, Зовет ему там верить и любить, Что после, задыхаясь, как компрессор, Ее всю ночь неистово долбить. Порой, возлюбившись на концерте, Всех расстолкав, бросается он в зал, И я насилие не видал, Поверьте, что в зале ему кто-то отказал. А сколько мест имеется в том зале? И женщина на большей части мест. Вот стойте к женщин, может, он запален, Рыча и буйствую в один присест. А Степанцов, сейчас я на примере вам покажу Способности его, но только просто, Но теперь, не говорите больше ничего. Вы не должны отныне удивляться, Что в вас хеда сгорает без следа, Ведь организму надо подкрепляться Для этого любовного труда. И если в наслаждениях ты неистов, То не взыщи, ты сам избрал свой путь. Поль записался в орден юнистов, То впредь кодификации задумал. Он помолчал, спленувал им взором И произнес, ответьте мне мою, Как вы относитесь к таким конторам, Где делают всем дамам ревелю? Такую фирму я открыт за мысляю, Где Жириновский обещал кредит. А вас бы я всех с тренера зачислил. Лутишный доллар вам не пореки, Ой, дамы, кое плохо в браке, У них вся щель почти что заросла, Но в фирме половые забияки Прочистят их заросшие дела. Мы все обогатимся в этой фирме, Ценевая тех, кто о своем труде, Таких самцов не отыскать ни в пирме, Ни в Тайлане, вообще нигде. Я в небе встал со скрипнувшего стула И тихо молнил, я согласен, Пусть поверьки у меня не будет стула, Но принципами я не поступлюсь. Пусть содержанка жирного купчины Меня поманит суммой любой, Я откажусь. Вы честные мужчины, И не желаем торговать собой. Вы вашим предложением сквернили Всех наших дам небесных и земных, Да, многих мы к сожительству склонили, Но мы не любили каждую из них, Так не вводите нас в искушение, Иначе мы помочь вам дадим. Да, мы обидно дарим наслаждение, Но никому его не продали.